Вот так выглядит пневмония. Реанимация, постельный режим, аппарат искусственного дыхания. Все шесть коек в пятой гурбольнице заняты. Здесь человек проведет от недели до месяца. Это самая тяжелая стадия и чаще всего просто-напросто запущенная. Юрий реанимацию уже прошел. Попал в нее после того, как несколько дней сам бился с жаром в 39 градусов. Лечился. Скидывал температуру. Может еще и на работу ходили? На работу ходил, да. Но потом стало хуже. Поехали с женой в больницу. Просто поднялась высокая температура и потихоньку началось болевые ощущения. То есть стало трудно дышать и очень было больно справа. В пульмонологическом отделении пятой гурбольницы на 40 коек 43 больных пневмонии. В Барнауле пик и петпорога по гриппу, а самое частое его осложнение – воспаление легких. Оно на четвертом месте и среди причин летального исхода. Но сколько бы об этом ни говорили, люди все равно самонадеянно лечатся дома. Или, как говорят пациенты, добиваются от врачей направления на флюорографию. А за это время воспаляются легкие, там скапливается жидкость, трудно дышать. Помогают кислородные маски. То есть сейчас дыхание затрудненное, а кислород помогает облегчить все. То есть через бронхи проходит больше кислорода и, соответственно, очищается. Ну и вам, наверное, дышать легче? Конечно. Как становится трудно дышать, я одеваю, использую. А часто приходится надевать? Ну, раза три-четыре в день. А дышка – самый верный признак пневмонии. Она возникает у человека даже без движения. Но если это уже известно, то предугадать, кого затронет осложнение, невозможно. И есть лишь группа риска. Пациенты с тяжелой сопутствующей патологией – это пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания, с хроническими заболеваниями почек, с сердечно-сосудистыми заболеваниями беременные женщины. Ну и, к сожалению, в эту категорию попадают также лица с лишним весом. Если вы входите в эту группу, медики настоятельно советуют в период эпидемии, а сейчас она в самом разгаре, избегать общественных мест или посещать их в медицинской маске, а при первых симптомах болезни вызывать врачей. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости.